Всем привет! С вами Лидия Сапронова. Посмотрите, какая классная брошка. Тут и жемчуг, и стразики, и канитель. Все блестит и переливается. Очень классный ананас. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Для ананаса нам нужны основа для вышивки. У меня моделируемый фетр. Стразы 4 мм. Жемчуг или бусины 4 мм или 3 мм. Трунцал светлое золото. Бисер 10 размера. Бисер 15 размера. Пайетки 3 мм. Бусины рандели 3 на 4 мм. Иглы для бисера. Кожа для изнанки. И вышивать я буду леской. Эскиз можно будет найти в описании. Я перевела его на кальку, вырезала и теперь обвожу контур. Для того, чтобы точно провести эти линии, либо их можно нарисовать от руки на глаз, либо вот сделать так. Проколоть окальку, пройтись по точкам, снова проколоть окальку, пройтись по точкам, вот таким образом. Либо нарисовать от руки. Так, здесь я намечаю вот эти полосочки. И дорисовываю, опираясь на эскиз. Сначала вышиваем контур. Я беру бисер зеленого цвета. Он у меня такой с бордовым прокрасом. Очень интересный эффект получается. Мы закрепили леску на изнанке, сделав несколько стежков. Выводим здесь и будем вышивать контур самого ананаса. Набираем две бисеринки. Отступаем расстояние, равное этим двум бисеринкам. Выводим иголку между ними. Проходим через последнюю. Набираем снова две и пришиваем. Так мы вышиваем по кругу. Для того, чтобы выровнять контурный ряд, мы пройдемся по всем бисеринкам еще раз. То есть мы входим во все бисеринки. И слегка подтянем нить. Бисеринки как бы соберутся. Немного подтянем. Закрепим на изнанке. Цепляемся за стежок. Делаем пару накидов. Далее будем вышивать внутренние линии. Так как линии здесь перекрещиваются, то выбираем такой порядок. Сначала будем вышивать эту линию. То есть налево. Далее эту направо. Налево. Направо. Налево. Направо. По такому порядку. Вышивать будем точно так же. Вышили три линия. Налево. Направо. И еще одну налево. Далее вышиваем линию направо. И здесь мы сталкиваемся с этой линией. То есть их нужно очень красиво перекрестить. Здесь нужно уместить такое количество бисеринок, чтобы не покривить эту линию. Здесь я пришиваю две бисеринки. И смотрю. Поместится ли здесь еще две. Даже в японском бисере бисеринки могут отличаться по размеру. То есть нам нужно калибровать. Так как две крупные здесь не поместятся. Одна крупная будет маловато. Останется расстояние. То я выбираю две бисеринки потоньше. Насыпьте больше бисера. И посмотрите. Хоть это бисер и японский. Это тоха. Все равно есть те, которые поуже. Я взяла две поуже. И пришиваю. Смотрю. Чтобы линия эта не покривилась. Все хорошо. Здесь смотрите аккуратно. Иголку вкалываем так, чтобы линия также была плавной. Вот. Подтягиваем. Выводим иголочку здесь. Сохраняйте эту линию. И далее вышиваем так же. Начинаем заполнять ячейки. Здесь я определила для себя, где у меня будут стразы и жемчуг. Все оставшиеся места мы заполним трунцалом. Начинаю с этой ячейки, самой левой. Набираю страз. У меня цвет golden shadow. Проходим вот так. Через два отверстия. И стараемся разместить его по центру. То есть у нас вокруг него могут остаться, остаются пустые места. Главное разместить его по центру. Пришиваем за два других отверстия. Сделаем по два стежка. Подтянули. Здесь он хорошо сел. Я сделала три стежка. Главное, чтобы он красиво сидел. Далее здесь по центру пришиваем жемчужинку. Располагаем ее вертикально. Вот так. То есть шов у нас будет вертикальный. Так же располагаем по центру. Пришиваем двумя-тремя стежками. Хорошо подтягиваем. Здесь опять стразик. И так далее по всему ананасу. Пришиваем трунцал в оставшиеся ячейки. Для того, чтобы пришить, нам необходимо нарезать на кусочки. Здесь мы можем так примерить, посмотреть. И для того, чтобы эта ячейка была более объемной, мы нарежем трунцал больше, чем нужно, на полмиллиметра примерно. Вот таким образом. Вводим иголочку. Набираем. То есть мы набираем его как стеклярус. И пришиваем. Вот так выпукло. Он ложится, подтягивая ниточку. Набираем. И пришиваем. Из того, что он немного больше размера, чем сама ячейка, чем размер ячейки, он смотрится выпукло. То есть более объемно. Интересный эффект издается. Пришиваем. Таким же образом заполняем все оставшиеся ячейки. И направление самого трунцала я ориентируюсь от центра. Вот центр. Здесь я буду пришивать в эту сторону. Вправо вверх. А с левой стороны влево вверх. Вот так. Если как-то не ложится, то можно перешить. То есть немножко подрезать и пришить еще раз. Что я и сделаю. Пришиваем так по всему ананасу. И переходим к листьям. Здесь я пришивала по две бисеринки. Если вы хотите, чтобы линия была более равномерная и ровная, то пришивайте по одной. На примере верхушки вот этой я покажу, как сделать такой острый угол. Подходя к верхушке или к любому углу, мы начинаем пришивать по одной бисеринке. Для того, чтобы угол был зафиксирован и бисеринки не болтались. Здесь видно, что не хватает еще одной бисеринки. То есть мы в самую вершину пришнем еще одну бисеринку. Также закрепим ее. Далее мы вводим бисеринку не здесь, а как бы между последней и предпоследней. Вот здесь вот. Так, чтобы бисеринка встала перпендикулярно. Набираем также одну. В уголочках набираем по одной. Пришиваем. Подтягиваем. Так мы получаем зафиксированный острый уголок. Хорошо здесь подтягиваем. И далее можно уже пришивать по две. Листочки мы будем заполнять бусинками, ранделями и пайетками. Здесь в центре пришьем одну бусинку. Здесь я ее пришиваю вертикально. То есть выхожу сюда вбок, набираю бусинку, пришиваю. Делаю два-три стежка. Подтягиваю. И в пустые места пришиваю пайетки. Я просто набираю пайетку и отступив один миллиметрик пришиваю. Можно ее поправить. Здесь у меня нет какого-то алгоритма. Просто в пустые места, где есть место, я вставляю пайетку. Здесь она легла к этому краю. К другому краю тоже можно пришить пайетку. То есть они могут укладываться на бисер либо просто стоять торчком, как вам больше понравится. Но скорее всего они будут вот так стоять торчком. В этих маленьких ячейках можно сделать так. Соответственно, здесь также бусина уже расположится в другом направлении. Вот так. И эти пустоты также заполню пайетками. В этой области я сделала немного по-другому. Здесь я уложу пайетки вот на этот шов. Так как здесь места больше, то сюда вполне можно уместить один ряд пайеток. Я набираю пайетку и пришиваю. Подтягиваю, поправляю. Она будет укладываться на этот шов. Отступая примерно 1-2 миллиметра и пришиваю близко к бисеру. Вот так. Вот так. Здесь рядочек пайеток уложим. Вот так это выглядит. И теперь пришиваем бусинки. Пришиваем по одной. Пришили. Выходим перед ней. Проходим через нее. Подтягиваем. Снова набрали. Пришили. Вышли перед ней. Подтягиваем. Пришили. Здесь уместилось 4 бусинки. И вот эти оставшиеся пустоты мы тоже заполним пайетками. Заполним так все ячейки. Здесь будет одна бусинка, здесь одна или две, здесь три и так далее. То есть бусинки здесь будут в эту сторону направлены, а здесь в эту соответственно. Всполняем листики. Вышивка готова. срезаем лишний фетр. Осторожно, не спеша. Оставляя около полумиллиметра миллиметра от бисера. Здесь мы стараемся не срезать нити, которыми вышивали. Бусинки готова. Как сейчас! Walmart может быть Далее намечаем расположение застежки, нужно расположить его посередине, выше центра, чтобы брошь не оттопыривалась. Далее вырезаем кожу с припуском, отмечаем отверстия для застежки. Просовываем застежку в бумагу. Добавили клей между застежкой и бумагой. Оставим ненадолго и проклеим саму вышивку. Далее приклеиваем бумагу к изнамке. Наносим клей на бумагу и приклеиваем кожу. Прижимаем, даем подсохнуть. Срезаем лишнюю кожу. Ее срезаем на одном уровне вместе с фетром. Так у нас получилось. Застежку можно закрыть. Она у меня здесь с поворотным механизмом. Закрыли, повернули. В образце я делала заделочный шов, вот этот, американским способом. И бисером десятого размера. Здесь мне показалось, что все-таки можно сделать более мелко. Здесь грубовато немного смотрится. Хотя тоже ничего. Как сделать заделочный шов американским способом, вы можете посмотреть в мастер-классе клубничка. А здесь я буду использовать так называемый русский способ. У меня есть уже на леске узелок. Я прокалываю кожу только. То есть мы прячем узелок между кожей и фетром. Подтягиваем, сильно не тянем. Оставим узелок внутри. Проколем два слоя. То есть фетр и кожу. Здесь оставим небольшую петельку. И войдем в нее. То есть мы закрепили леску. Все. Далее набираем две бисеринки. Здесь у меня пятнадцатого размера. Такого светло-золотистого цвета. Отступаем. Расстояние равное этим двум бисеринкам. Прокалываем два слоя. Здесь бисеринки останутся слева. Оставим петельку. И войдем в нее. То есть это петельный шов. Практически. Подтягиваем. Завершаем заделочный шов. Довольно сложно было обшивать вот здесь вот. В уголочках. Но здесь я дам такой совет. Очень аккуратно. Не спеша. И когда мы подходим к уголочке. Или вот здесь находимся в уголочке. Можно пришивать также по одной бисеринке. Для того чтобы они лежали более плотно. И кожа. И закрепить в общем нужно все. Пришивая по одной бисеринке. Так будет лучше держаться. И входим в самые первые две бисеринки. Подтягиваем. Здесь нужно закрепить нить. Поэтому прокалываем вышивку. Делаем два накида. Подтягиваем. Снова проходим две-три бисеринки. Прокалываем вышивку. Делаем два накида. И подтягиваем. Вот таким образом мы закрепили. Дальше пройдем. Снова две-три бисеринки. Уведем иглу в саму вышивку. Игла пройдет здесь насквозь. Натянем. И при натяжении отрежем. Леска спружинит. И останется внутри. Такая брошь у нас получилась. Надеюсь вам все было понятно. Спасибо, что были со мной. И до новых встреч в мастер-классах. Дальше пройдем. Продолжение следует...